добрый вечер уважаемые друзья коллеги партнеры возможно гости нашего вебинара вот сегодня у нас вебинар как обычно по средам в котором мы знакомимся с разделами личного кабинета вот и сегодня мы с вами скажем так разберем что у нас где находится одну буквально секунду вот и посмотрим да то есть где у нас какие разделы как их можно использовать почему это важно потому что скажем так периодически возникает у нас все-таки вопросы связанные с тем что люди делают не те вещи да люди нажимают какие-то кнопки просто так поиграться либо по каким-то другим причинам и в итоге мы получаем ситуации с которыми приходится работать дальше специалистам технической поддержки потом айти отделу финансовому скажем так нашему финн отделу и так далее так далее и вот что все этого не происходило лучше что можно сделать в этой жизни да в нашем бизнесе это разобраться с личным кабинетом что у нас где находится что потом скажем так без боязни нажимать кнопки обучать этому всему тех людей которых мы приглашаем за собой чтобы они стали инвесторами либо вместе с нами развивали бизнес вот и в принципе в какой-то мере скажем так каждый из вас являющийся партнером будет здорово если взял на себя часть ответственности да часть ответственности какой да мы с удовольствием помогаем всем кто становится инвестором в нашем проекте мы с удовольствием помогаем нашим партнерам разобраться во всем но скажем так у нас есть отдел информационной поддержки который в первую очередь ориентирован на то чтобы информировать новых людей потенциальных партнеров да о том что из себя представляет наш проект о том скажем так как разобраться информация о том как зарегистрироваться и как сделать простые вещи вот они часами сидеть скажем так и вместе с вашими партнерами изучать компьютер где какая букву находится и так далее так далее то есть было бы здорово если вы на себя взяли вот эту часть работы не просто получили деньги по партнерской программе это конечно здорово правда ведь то что скажем так зарегистрировал человека он купил какой-то пакет вы деньги себе свои получили и забыли о том что у вас есть такой партнер. Вот это не очень хорошая ситуация, или мы будем называть это откровенно плохая ситуация. Не нужно быть таким вышестоящим партнером, не нужно тогда вообще строить бизнес, потому что основа этого бизнеса это передача всего того, что вы умеете, вашего опыта и навыков тому человеку, которого вы берете и приглашаете за собой. Он потом учится у вас, он потом обучает других, а вы от этого можете получать все более и более увеличивающийся доход. Итак, друзья, то есть мы с вами сейчас разберем важные моменты, да, то есть что и где находится в личном кабинете, для этого мне необходимо будет с вами поделиться своим экраном, поэтому я сейчас нажму кнопочку поделиться экраном, да, какое-то время пройдет на прогрузку программы и после этого мы начнем двигаться по личному кабинету партнера, обратим внимание на те вещи, которые необходимо сделать обязательно, да, вот и сейчас программа немножко будет грузиться. Так, Олег, я нажимаю демонстрация экрана, идет демонстрация рабочего стола, я вижу, что она пошла, если вы мне дадите, скажем так, обратную связь в виде плюсиков, что это действительно так, то мы будем продолжать движение по нашему вебинару, хотя бы один человек, дайте мне понять. Уснули все, да? Так, ну я вижу, что трансляция пошла, все, коллеги. Итак, друзья, заходим в личный кабинет партнера, вот, мы с вами сейчас разберем в первую очередь главную страницу, да, у нас когда мы заходим в наш личный кабинет, у нас сразу открывается главная страница партнера, кабинета партнера, да, вот, и что на ней есть? Сразу обращаю ваше внимание на желтом фоне, где написано SkyWay Capital номер телефона с добавочным телефоном, есть кнопка позвонить с сайта. Это сделано для удобства каждого партнера, нажимая на эту кнопку, у вас высвечивается вот такое окошко, появляется вопрос, что вы разрешили, скажем так, использование вашего оборудования на вашем компьютере, это в первую очередь микрофона, да, и после того, как вы разрешите, пойдет звонок нам в отдел информационной поддержки. Я сейчас этого делать не буду, потому что у нас специалисты работают, чтобы я их не отвлекал, вот, это очень здорово, потому что вы, находясь, даже если вы зарегистрируетесь, например, в той же России, а уехали куда-то отдыхать, и у вас там вдруг появился какой-то вопрос, находясь в Дании, в Гренландии, в Соединенных Штатах Америки. В любом месте, где есть интернет, вы можете связаться с специалистом нашей технической отдела информационной поддержки, если вы будете звонить в период с 10 утра до 19 часов по московскому времени. Дальше у нас есть две кнопочки на сером фоне, пока две, русский язык, английский язык, то есть мы можем с вами, нажав кнопочку YEN, перейти на англоязычную версию сайта. Что мы еще видим на нашей главной странице? Первый большой баннер, когда у нас происходят какие-то мероприятия, крупные, либо какая-то новость важная появляется, либо новая какая-то промо-акция, то, как правило, вот на этом баннере, где сейчас вы видите, стандартно стоит, да, то, что с 13 августа мы начисляем 100 подарочных акций на премиальный счет, вот у вас здесь как бы вот видна эта информация. Вот недавно у нас была конференция в Минске, и данный баннер менялся с тем баннером, который информировал наших партнеров о том, что 23-24 апреля в Минске будет экофестиваль, да, он закончился, этот баннер убрали. Далее, у нас есть информация, касаемая вашего бэк-офиса, ваших счетов. Слева баннер, который вот сейчас вращается, да, на нем отражена информация состояния счетов основного счета, бонусного счета, акционного и премиального. Если вы только зарегистрировались, вот сейчас, да, допустим, у вас появился личный кабинет, соответственно, у вас везде нули, кроме премиального счета, на котором 100 штук акций. Вот. Дальше, если вы подведете мышь, вы можете быстро перейти по кнопкам, которые с обратной стороны баннера, на пополнение счета, проверить раздел транзакции, либо вывести деньги. Но если вы только зарегистрировались, вам эти кнопки, скажем так, нужны только одна, пополнить счет. Вот. Транзакции, у вас их еще нет, и вывести деньги вы не можете. Если вы уже, скажем так, партнер, который строит партнерскую программу, вы можете вывести с бонусного средства деньги, вы можете перевести, скажем так, насчет другого партнера, это мы с вами сейчас рассмотрим. Далее, следующий баннер, который вращается, и на нем написано то, что ваши реферальные ссылки находятся в разделе инструменты партнера. Этот баннер отражает вашу квалификацию, фамилия, имя, и сколько вам осталось процентов до выполнения, скажем так, следующего квалификационного уровня по нашей партнерской программе. Далее, нижний левый баннер показывает, какое количество инвесторов привлечено в вашем первом поколении, и какое количество денег они заплатили. То есть, на какую сумму они купили акции. И если этот баннер перевернется, и вы нажмете на кнопку маркетинга, то вы перейдете вот в этот раздел, который слева в панели инструментов, называется «Статистика». Там информация по вашей партнерской структуре. И баннер правый, нижний, который вращается, информирует вас о том, какое количество акций вами приобретено в компании Skyway Capital. Если у вас есть рассрочка, то увидите там, где у меня нолик, здесь будет информация о том, что у вас, скажем так, такое-то количество акций забронировано по рассрочке. С главной страницы мы легко можем перейти в раздел «Инвестировать», который находится вот в инструментах партнеров, видите, «Инвестиции», «Инвестировать». Эта кнопка продублирована здесь. Также вы можете перейти в раздел «Новостей». Дальше внизу отражается информация статистическая в виде круглых диаграмм, какое количество денежных средств, опять же, привлечено вами в первом поколении, какое количество партнеров. Что вам нужно сделать для того, чтобы достичь следующего уровня? Допустим, у нас, вы знаете, чтобы расти по карьере, необходимо выполнять определенный объем личных инвестиций и объем инвестиций людей, находящихся в первом поколении. Здесь вы видите отражена информация, что недостает как раз-таки инвестиций в первом поколении для того, чтобы достичь квалификации консультанта и так далее. Потому что для товарооборота в первом поколении уже все это перевыполнено в три с небольшим раза. И количество людей с инвестицией в 100 долларов в первом поколении превышает в два раза необходимое. Далее внизу идет информация о последних изменениях счета вашего, то есть движение денежных средств в вашем личном кабинете. Последние пять таких движений. Видите, да? Дата здесь проставляется и на какой счет какая сумма была начислена. Либо с какого счета она была списана и куда. То есть, возможно, вы покупаете пакеты. Все это, скажем так, отражается здесь. Пять последних денежных операций в личном кабинете. Теперь я хочу с вами проделать следующую операцию. То есть, очень важный момент. Я сейчас возьму, выйду из этого аккаунта. Так. Теперь я нажму кнопку «Вход». И постараюсь войти в тестовый аккаунт, на который мне сбросили сейчас данные. Почему я немножко задержал вебинар? Так. Мы вводим. Вот это то, что, скажем так, происходит, когда вы хотите войти в ваш личный кабинет. Если вы нажимали кнопку «Выход», как я сейчас нажал, для того, чтобы в него попасть, необходимо вам ввести логин и пароль, который вы указывали при регистрации. Нажимаем «Вход». И попадаем на ту самую, скажем так, главную страницу, да, о которой мы сейчас говорили. Смотрите, то, что я вам рассказывал, везде нули, да, то есть это, скажем так, нулевой аккаунт, то есть человек только зарегистрировался. Вот. И вот такая картина. Нигде ничего нет, в отличие от того, что было, за исключением 100 акций, которые зачислены на премиальный счет после регистрации. Далее, на что я хочу обратить ваше внимание. Мы заходим в раздел «Профиля», как мы это делаем. Либо вот здесь справа нажимаем на треугольник, и у нас здесь есть профиль, да. Либо в раздел «Профиля» можно зайти в раздел «Инструменты» партнера с левой стороны в панели инструментов «Профиль персональных данных». То есть любой способ удобоварим, да, вы можете выбрать тот, который вам удобен. Нажимаем раздел «Персональных данных», и нам нужно сделать следующую вещь. Как только вы зарегистрировались, да, вам необходимо подтвердить, ну, регистрация не будет закончена, пока вы не подтвердите электронный адрес. Здесь он подтвержден, вы видите, да, то есть он синего цвета. Но что важно сделать, это подтвердить телефон, да, так как это тестовый аккаунт, соответственно, вот такого номера, в принципе, не существует, 7 960 и 7 семерок. Вот, когда вы ввели свой электронный адрес, ввели свой настоящий телефон, вам, нажав на кнопочку «Подтверждение телефона», вот сейчас мы нажмем, мы его не подтвердим, да, у вас высвечивается вот такая панелька. Вот, проверьте номер телефона, да, и введите код подтверждения, который пришел в SMS на ваш номер телефона, который вы указали здесь при регистрации. После нажатия кнопки «Подтверждение телефона». Код приходит, вы сюда его вводите и нажимаете «Подтверждаю». Если код долго не приходит, можете нажать «Повторная отправка SMS». Вот. Далее, вы, так как здесь, скажем, тестовый аккаунт, фамилию мы ввели просто «Святогор», да, вот, последний вход в кабинет, вот он был, скажем так, первый сделан регистрацией в 17.04, сейчас я вошел в 17.12. Дальше здесь написан информация о наставнике с левой стороны, то есть фамилия, имя, электронный адрес. Если у наставника в личном кабинете заполнены те данные, которые я вам сейчас покажу, соответственно, здесь будет отражен скайп, вот, и, по сути дела, будет полная информация о вашем наставнике. Далее, так как мы говорим тестовый аккаунт, это, да, то есть он нулевой, у всех людей, которые зарегистрируются, будет вот такая же картина. То есть сюда вы можете вписать логин своего скайпа, второй телефон, потому что первый вы указали при регистрации, свою ссылку на страницы ВКонтакте, на Одноклассники, на Фейсбук, на Твиттер, если у вас есть аккаунты в этих соцсетях. Если у вас их больше и больше соцсетей, вы можете нажать другой дополнительный контакт, у вас высветится поле, вы его обзовете, как это называется, введете свои координаты и нажмете кнопочку «Сохранить», когда вы все это сделаете. Далее, вам обязательно нужно будет здесь, если вы хотите, скажем так, ну, чтобы был максимально полностью оформлен профиль, вот, никто вас заставить не может, но тем не менее, вы можете сюда уже добавить отчество, потому что когда мы зарегистрировались, да, указываем фамилию, имя, дальше email, вы свой проверяете здесь телефон, который был, и вы можете записать здесь страну, где проживаете, регион, это может быть область, край, да, город, в котором вы живете, полный адрес прописки дальше, улица, дом, квартира и так далее, дата вашего рождения. Можете сюда вписать паспорт, паспортные данные, серия номер, кем выдан, для чего, для того, чтобы, когда вы будете покупать пакеты, чтобы вам не суетиться, скажем так, не искать ваш паспорт где-нибудь еще, да, вы будете подписывать договор, это будет необходимо сделать, если вы купите какой-либо из пакетов акций, отсюда вы просто можете взять и скопировать данные вашего паспорта и вбить, скажем так, в анкету при оформлении договора, потом вам, правда, нужно будет скрины подкладывать, да. Итак, друзья, это мы разобрали с вами профили, теперь важный момент, который я рекомендую сделать всем, даже если вы, скажем так, особо не собираетесь заниматься построением партнерской структуры, вот, и, скажем так, как это правильно сказать, и рассказать, и чтобы вы рассказали своим партнерам, которых будете регистрировать, там, инвесторам и так далее, даже если они не будут собираться заниматься бизнесом, просто скажи, слушай, зайди, пожалуйста, в инструменты партнера, видите, да, раздел реферальные ссылки, вот, мы нажимаем раздел реферальные ссылки и у нас, смотрите, высвечивается какая информация, помните, там было у нас на главной странице, что ваши реферальные ссылки доступны вам в разделе инструменты партнера, смотрите, что написано здесь, для того, чтобы участвовать в реферальной программе, вам необходимо принять условия соглашения по бонусным вознаграждениям, то есть вы можете ознакомиться, нажав на принять условия соглашения, там у вас высветится договор, да, и здесь тоже вот мы нажимаем условия соглашения, у нас открывается договор, сейчас буквально он прогрузится, с которым вы ознакомливаетесь, он на пяти страницах, да, пожалуйста, между вами и нашей компанией, все Skyway Invest Group, это полное название компании Skyway Capital, здесь описан целый ряд условий, они достаточно простые, вас никто не будет нагружать чем-то таким тяжелым и неподъемным, но есть несколькие, скажем так, вещей, ответственности, да, которые на себя необходимо взять вам, так как вам будут начисляться денежные вознаграждения и так далее, вот, чтобы мы, скажем так, были чисты перед законом и вы сами решали вопросы, например, с налоговой инспекцией и так далее, да, то есть что нужно будет сделать, высветился текст, вы нажимаете, если кнопку согласен, я вот сейчас этого делать не буду, я вам потом покажу, как выглядят реферальные ссылки, потому что это тестовый аккаунт, для следующего раза там и так далее, да, вы нажимаете на кнопку согласен, да, и у вас будет доступен раздел реферальных ссылок, вот это я рекомендую сделать всем, почему, потому что иногда у нас бывает такая картина, да, человек зарегистрировался, вот, а сейчас у нас еще возможна регистрация, когда вы регистрируетесь под кем-то, осуществляйте дальнейшую регистрацию, если вам дал реферальную ссылку ваш партнер, соответственно, вы увидите, что ваш реферальный партнер такой-то, да, в момент регистрации, если вы знаете почту, а иногда бывает такая как раз таки картина, у нас сейчас есть возможность регистрироваться по почте, потому что иногда наши партнеры по почте рассылают информацию о компании и так далее, и так далее, и человек может ознакомиться с компанией, зайти, скажем так, в раздел регистрации, но реферальные ссылки партнер ему не сбрасывал, да, вот, а почта у него есть, он может ввести почту и зарегистрироваться, мало того, купить пакет, а если у вас не подписан вот этот договор, реферальные ссылки у вас недоступны, то мимо вас пройдет вознаграждение по партнерской программе, это очень важно, то есть если вдруг у вас есть регистрация, да, вы в статусе клиент, вы не подписали вот это партнерское соглашение, не перешли по партнерской программе в статус партнера, а по вашей почтовой адресу, да, знают несколько человек вашу почту, зарегистрировались под вами и что-то купили, вам вознаграждение начисляться не будет, вот, поэтому вот эту вот операцию, подписание договора, важно объяснить всем партнерам и инвесторам, чтобы они сделали, пусть он остается, скажем так, в статусе партнера, хотя все равно у вас будут те, которые скажут не буду этого делать, я буду клиентом и никому ничего не буду говорить, да, тогда в принципе взятки гладкие, этот человек, скажем так, на себя взял ответственность перед вами, что он не будет к вам претензий, если под ним вдруг по его электронной почте кто-то зарегистрируется, да, купит пакет и ему, скажем так, начисления не будет, хотя он будет видеть партнера, то, что у него в его партнерской структуре будет реферальный партнер, вот такие вот дела, я сейчас, как я сказал, делать не буду, не буду подписывать договор, это я оставлю для следующего, скажем так, вебинара, на котором продемонстрирую людям эту важную возможность, а с вами мы сейчас будем двигаться дальше по информации нашего вебинара. Давайте, раз уж я нажал инструменты партнера, да, то для тех людей, которые хотят у нас зарабатывать деньги, у нас есть что, помимо реферальных ссылок, которые здесь после подписания договора будут доступны и благодаря им, просто копируя ссылки, ведущие на сайт нашей компании, на лендинг партнеров, где дается подробная информация, чтобы люди подробнее рассмотрели, да, о чем идет речь, вот, либо прямо вы можете давать ссылку, если вы человеку все рассказали, если он рядом с вами, скажем так, присутствовал на каком-то вебинаре, на живой презентации, он разобрался, говорит, да, я хочу регистрироваться, вы можете прямо давать ему ссылку на форму регистрации в личном кабинете, вот, это тоже у нас является инструментами, дальше у нас есть план вознаграждения, да, вот опять же, условия плана вознаграждения вам не высвечиваются до тех пор, пока вы не подпишете партнерское соглашение, вот, у нас есть баннеры, опять же, вы не можете их использовать, почему, потому что к каждому баннеру, который есть, у нас их более 60, прикреплена реферальная ссылка, ну вот здорово, да, что я вам это показал, теперь мы делаем следующий выход, вот, и я теперь войду в кабинет обычный, в котором мы с вами сможем продолжить движение по сегодняшнему вебинару. Кстати, если будут какие-то вопросы, обязательно не их задайте в конце вебинара, то есть пусть они покажутся даже кому-то глупыми, потому что глупых вопросов не бывает. Бывают глупые ситуации, когда вы хотели что-то узнать, но из ложной скромности вопрос не задали, остались, скажем так, в той правде, которая у вас есть, да, либо с той информацией, которая может быть недостоверна. Итак, главную страницу мы разобрали, теперь давайте вернемся к инструментам партнера, раз уж я про них уже рассказал. Вот реферальные ссылки, вот так это будет выглядеть только с вашим ID личным, да, то есть здесь будет, ссылка будет чем-то похожа, у большинства, у всех людей она почти одинаковая, только отличается цифрами. Лейдинг инвестора, главный сайт для более подробного ознакомления с нашим проектом, страница регистрации, форма регистрации сразу выводит человека туда, где он может, скажем так, регистрироваться под вами. Пересохла немножко, извините. Вот. Немножко пели, кричали, когда мы были на территории экотехнопарков в субботу, там был в конце небольшой концерт. Мероприятие действительно очень было классное, отличное мероприятие, удалось, было большое количество людей. У нас было, скажем так, только с московского офиса, ну, по сути дела, половина сотрудников московского офиса нашего тоже было на данном мероприятии, все остались очень довольны, всем очень понравилось, как говорится, укрепилась уверенность в том, что мы в правильном месте в нужное время и что мы, скажем так, делаем благое дело все вместе. Итак, реферальные ссылки, это понятно. Далее, план вознаграждения, то есть подробно расписана каждая квалификация, да, и по каждой квалификации здесь написано, что необходимо сделать, чтобы ее достичь, и те проценты, которые вы получаете. Но к инструментам, наверное, в первую очередь относятся вот эти две ссылочки. Вы можете скачать себе текстовое описание данного маркетинг-плана и можете скачать себе слайды презентации, которые можете показывать вашему окружению, ознакомливать его с возможностью получения дохода, то есть это инструмент для работы. То есть видите, это здесь как бы так первая квалификация, но какую бы вы кнопку не нажали, у вас будет просто описание данной квалификации, проценты, которые вы можете получать в вознаграждении. Опять же, внизу будут те две самые ссылки, которые позволяют вам скачать на компьютер данную информацию и баннеры. Что у нас в баннерах? В баннерах у нас, как я вам говорил, более 60 видов баннера. Мы выбираем тот, который нам нужен. Нужный размер, цвет и так далее. Вот я нажал на баннер, вот такого вот он размера. Если он соответствует, скажем так, тому полю на вашей интернет-странице, будь то блог, будь то сайт, будь то сайт-одностраничник, либо какая-то страница в соцсети, например, на Фейсбуке есть возможность создавать страницу, где у вас будет информация, и туда вставлять HTML-коды. Так вот, данный HTML-код, он будет вести людей, кликнувших по данному баннеру, либо на официальный сайт, либо на лейдинг-партнеров. И вам необходимо скопировать данный HTML-код, видите, он здесь, вот такого размера, и вставить этот HTML-код в то поле, в которое необходимо вставить на вашей интернет-странице, и вместо этого кода там будет вот такой баннер, который вы сейчас видите. Всего баннеров более 60 видов. Вот, который вам нужен, тот вы выберете, который вам понравился, и разместите там, где вы хотите его разместить. Поэтому используйте данные инструменты. Как я говорил, вы видите, да, к данному баннеру прикреплена ваша реферальная ссылка, поэтому без подписания договора он вам недоступен. Вот. Далее, раз уж мы говорим по инструментам партнера, я хочу вас перевести в раздел событий. Там у нас два пункта всего. Одно из них очень важное, это новости, потому что новости, которые в личном кабинете размещаются, это инструмент для работы. Почему? Потому что напротив каждой новости у нас есть кнопочки соцсетей. Если вы какой-либо из этих, которые здесь перечислены, зарегистрированы, вам напротив той новости, которая вам понравилась, достаточно нажать. Вот давайте сейчас с вами сделаем. Я нажимаю на кнопку Facebook, да? Вот у меня прогрузилась страница, и мне предлагают, сейчас предложат Facebook в небольшом поле ввести описание, да, того, что я хочу разместить на странице в соцсети. Видите, немножко долго грузится у нас сегодня интернет, но я думаю, сейчас все это произойдет. Вот. Ответ Facebook есть. Расскажите, о чем это происходит, да? И можно написать, что первый международный эко-фестиваль. Даже напишем вот так. Эко-фест, да? Так он у нас назывался. Фест компании. Skyway в Беларуси. Поставили то, что захотели поставить. И нажимаем опубликовать на Facebook. Кстати, мы можем сделать, видите, здесь есть доступно всем или нет, это уже, скажем так, инструменты самого Facebook. Вот. Вы можете это разместить, кстати, в своей хронике. Сразу же отсюда отправить в хронику друга, хотя это можно сделать с Facebook, да? Вот. И я оставляю в своей хронике, нажимаю публиковать на Facebook. И информация о том, что у нас был эко-фест Skyway, да, сейчас размещена на моей странице в Facebook. Вот таким вот образом используйте данные инструменты, если вы есть в ВКонтакте, в Твиттере, да, если вы есть в Одноклассниках на моем мире. То есть данный инструмент позволит вам давать информацию большому количеству людей. И все те, кто из вас, точнее, все друзья, которые у вас есть на Facebook, увидят, что вы разместили сообщение какое-то на своей странице. И в группах, в которых вы находитесь, тоже будет получено сообщение о том, что вы что-то разместили. Это касаемо разных сетей. В Facebook вам необходимо, если вы хотите в группы закинуть, да, просто-напросто на свою страницу перейти и напротив сообщение щелкнуть, разместить в группе, в которой вы захотите. Вот таким вот образом. Данный инструмент позволяет вам получать реферальных партнеров с мира интернета, даже тех, кого вы не знаете. Потому что к этому сообщению, которое я отправил, тоже прикреплена реферальная ссылка. Вы знаете, проверено, работает. Так, и еще в разделе событий у нас есть важный пункт, который называется расписание вебинаров. То есть теперь нашим партнерам, которые, скажем так, находили оправдание, почему они не ходят на вебинары, почему они не получают определенный объем информации, почему они постоянно задают одни и те же вопросы, да. Теперь они не могут сказать, что они не знают, где найти информацию, когда и где у нас проходят вебинары. Потому что это размещено в личном кабинете. Достаточно зайти, вы видите сегодня, да, уже, это третий вебинар по счету. В 19 будет вебинар Собирякова и Суходоева. В 20 для, уже не только для новичков, но и тех, кто зарегистрирован в нашем проекте, возможно, даже строит структуру расширенной технико-экономической вебинар. И сегодня будет вводный вебинар для людей, для которых родным языком является венгерский. В 21 час. Соответственно, на завтра вы можете посмотреть расписание, ну и на последующие дни. То есть все в ваших руках, приглашайте людей, в принципе, вот опять же, я возвращаюсь к чему. Завтра будет презентация, например. Презентация у нас предназначена для того, чтобы знакомить с информацией о проекте группы компании Skyway новичков. Поэтому, если у вас есть таковые, да, которые, может быть, интересные, вы еще не знаете, которые заинтересовались, но почему-то еще не были на подобных мероприятиях, пригласите. Они получат информацию от человека, которого не знают, как говорится, от нейтрального, от третьего лица. Возможно, даже зададут какие-то вопросы на самом вебинаре, а может быть, потом вам, либо вашему наставнику. И есть вероятность, что они после этого могут стать вашими партнерами. Я не настаиваю, но это, скажем так, инструмент для работы. То есть мы с вами разобрали раздел события, мы с вами разобрали раздел инструменты партнера, да. Что еще, на что нужно обратить внимание в личном кабинете партнера компании Skyway Capital. В самом низу, в панели инструментов, у нас есть кнопочка, вы видите, да, нарисованный доллар, и соотношение доллара к рублю на сегодняшний день. То есть, если вы планируете купить пакет, например, за 130 долларов, соответственно, вы легко можете вычтить сумму в рублях. Курс у нас сегодня 66. Вот таким вот образом. Главное вы разобрали, события разобрали. Теперь у нас есть банкинг, инвестиции, статистика. Это информация по вашей партнерской сети. Персональные данные. Теперь я хочу вам еще обратить внимание вот на что. Либо здесь в профиле, либо здесь, нажимая на эту выпадающую панель, на треугольничек, у нас есть раздел документы. Вот я сейчас в него отсюда выйду. В этом разделе документы у нас сейчас уже выложено, скажем так, достаточно большой объем информации. Вы знаете, например, те из вас, кто зарегистрировал на сайте РСВ, там это было сделано немножко раньше, теперь это есть у нас. То есть вы можете здесь скачать клиентский договор, договор инвестиционного консультирования, вы можете скачать, скажем так, договор купли-продажи акции, которую вы приобретаете, ознакомиться с ним заранее, если еще не покупали ничего. Буклеты на русском и на английском языке. Брошюры, касаемые, это технопарка, брошюры, касаемые инвестиционного предложения нашего проекта, технико-экономическое обоснование. То есть здесь есть целый ряд документов, которые вы можете посмотреть, которые, скажем так, подтвердят то, о чем мы говорим. Ну, тот же договор, например, на аренду земли. Да, это на аренду земли в Пуховичском районе, недалеко от Горно-Марина-Горка, где у нас сейчас идет строительство экотехнопарка. Это раздел документы, в разделе профиль, в инструментах здесь вот профиль документы, либо здесь, опять же, напротив вашей фамилии треугольник, нажимаете и выпадают документы. Так, я как бы много говорю, но давайте проверим. Друзья, скажите, все, что я рассказывал, ни у кого не было никаких сложностей, то есть все слышно, видно то, что я говорю? Я всегда просто плюсики поставьте, и возвращаемся тогда туда. Отлично. Двигаемся обратно в личный кабинет. Теперь мы с вами разберем, наверное, так, ну, помощь тут все достаточно просто. Инструменты партнера, профиль мы разобрали. Раздел статистики, раздел инвестиций, раздел банкинга. Давайте начнем, наверное, с раздела банкинга. В том аккаунте, в котором мы были, если бы я нажал банкинг, да, вот, и выбрал какой-нибудь из пунктов этого банкинга, например, транзакция вот здесь, там был бы ноль. Вот, поэтому сейчас я нажму раздел транзакции и скажу, что в нем есть. Во-первых, есть продублированная информация о состоянии ваших счетов, есть сразу кнопки пополнить счет, вывести средства, если вы строите партнерскую структуру, у вас там что-то есть, и возможность перевода денежных средств своим партнерам. Вот, далее. На этой странице отражаются последние 10 транзакций, то есть движение денежных средств вашего личного кабинета, и вы легко можете посмотреть, да, что куда у вас двигалось, куда было начислено, либо что было, скажем так, снято с вашего счета и так далее. И написано, за что вам начислены, скажем, деньги на акцион и на бонусный счет, да, вот тут написано прибыль структуры. Если вы уже выводили денежные средства, здесь вы найдете информацию в разделе транзакции, просто-напросто, вот смотрите, первая страница, да, вот нажимаем вторая страница, сейчас она прогрузится, и информация изменится. То есть за что вам были начисления, скажем так, вот там у нас 21 число идет, третья страница, то есть на каждой странице отражается по 10 движений денежных средств, и вы по ним легко можете все найти. Вот таким вот образом. Далее, друзья, мы с вами рассмотрели в банкинге транзакции, то есть все, что будет делаться, пополнили вы счет, да, купили вы сертификаты, там это все будет отражаться. Дальше у нас есть раздел пополнить счет, заходим в него, также дублируется информация по вашим счетам, что у вас где, если у вас ничего нет, значит там ноль. Вот, теперь, если вы хотите пополнить счет, и я вам рекомендую, в принципе, первую покупку пакета делать именно таким образом. Заходите пополнить счет, пишите ту сумму, которую вы хотите, скажем так, проинвестировать в долларах, да, вот я сейчас напишу, например, 15 долларов, да, вот здесь ставлю мышку, пишу 15 долларов, и нажимаю пополнить. Как только я нажал кнопку пополнить, система запомнила, что я хочу сделать это действие, и мне выставляется счет, вы видите номер счета и на сумму, которую я написал. И высвечивается список платежных систем, благодаря которым я могу эти деньги ввести в личный кабинет. Если у вас есть какие-либо из этих платежных систем, вы можете сразу, скажем так, на них нажимать, там Perfect Money, Яндекс, Виза, да, WebMoney, и в соответствии инструкции, которые там есть, будет, да, дальше, осуществить оплату, то есть завести деньги на основной счет вашего личного кабинета. Вот, я сейчас этого делать не буду, да, нажму на крестик, вот, тогда вы деньги заведете и осуществите оплату, подтвердите все, правильно выполните, у вас потом через короткий промежуток времени либо автоматом, либо есть платежные системы, которые, скажем так, начисляются деньги вручную, у нас есть человек в финнаделе, который проверяет платежи, соответствует их тому, что было сделано, и у вас на основной счет появляется та сумма, которую вы хотели сюда ввести, да, то есть вы видите 15 долларов, пополнить, мы нажимали, я сейчас убираю отсюда 15 долларов, вот, и снова захожу в раздел банкинга, мы пополняли счет, хотели, да, я захожу в раздел выставленных счетов, вот, почему, потому что я же не оплатил, да, и вы могли, кстати, нажать пополнить, могли написать сумму, да, вам высохли, скажем так, те платежные системы, которые вы можете использовать для пополнения счета, и вы обнаружили, что у вас нет ни единого кошелька, который здесь есть, вы, скажем так, нажимаете на тот же крестик, как это сделал я, открываете себе Kiwi кошелек, Яндекс кошелек, WebMoney кошелек, PerfectMoney кошелек, да, вот, либо карточку Visa там создаете, вплоть до того, что, и потом уже, заходя в раздел выставленных счетов, у нас здесь есть две кнопочки, оплатить, вот, если мы нажмем кнопку оплатить, у нас снова высветится список из тех платежных систем, которые вы уже видели, вы выбираете ту, которую хотите использовать, и пополняете основной счет, я же сейчас нажму на кнопку отменить, потому что я пополнять не буду, нажимаю кнопку отменить, появляется баннер подтвердить действия, я говорю, да, я хочу отменить, нажимаю ок, и у меня этот счет, выставленный, да, на меня, исчез, а вот те счета, что я оплачивал когда-то, оформлял пакеты акций, видите, они находятся в разделе подтвержденные здесь, нажимаем на подтверденные счета, и есть их айди, дата, когда это было сделано, на количество акций, которые, и так далее, и так далее, вот, это раздел банкинга, Мы с вами смотрели по полный счет, теперь перевод денежных средств. Для чего в принципе ввели данную услугу? Для того, чтобы, скажем так, инвестиции могли быстрее делаться вами и вашими партнерами. И второй аргумент здесь следующий. Огромное количество людей приходит в наш проект, который, скажем так, не владеет компьютером в должном мире. Кто-то из них вообще никогда не выходил в интернет, кто-то выходил редко, но побаивается этого устройства. Соответственно, у них не может быть никаких электронных платежных систем, потому что они этого боялись, либо не знали, как это сделать. Но у них есть в руках деньги. А у вас на счетах, на бонусном, либо на основном, либо на том, либо на другом, есть какая-то сумма, которая соответствует, например, либо даже у вас здесь больше, а человек хочет купить, например, на 200 долларов, а у вас здесь там 400 на основном и на бонусном. Соответственно, вы здесь делаете что? Выбираете счет, с которого вы хотите ему перевести ту сумму, на которую он хочет купить себе пакет акций. Живые деньги у него забираете. Это ваши деньги. А вам даже не придется их выводить, просто здесь пишите ту сумму, которую вы хотите перевести на счет этого человека, а сюда вы пишите его электронный адрес. То есть, соответственно, предварительно, прежде чем делать перевод, вы его должны зарегистрировать. Либо он должен быть зарегистрирован. Это может быть человек, который зарегистрирован в структуре вашего партнера. Во втором, в третьем поколении вы это проверили, да, по своей этой. Вам позвонил партнер, сказал, что у человека ничего нет, у меня еще на бонусном, на основном денег не хватает, вот он может тебе отдать наличкой, да, а ты помоги ему завести деньги в личный кабинет. Вот для этого сделана возможность перевода денежных средств. Но обращаю ваше внимание на следующее. Вы сюда вводите адрес электронной почты, нажимаете найти получателя, и система вам показывает, да, такой человек есть. Если этого человека нет, система не нашла, значит, он не зарегистрирован, значит, его надо регистрировать. Когда человек найден, вы ввели нужную сумму, которую необходимо ввести, нажимаете кнопку «Продолжить». У вас загружается следующая страница, на которой вам говорится следующее, что сейчас к вам на телефон, на электронную почту придет код, который вам нужно ввести для подтверждения перевода. Приходит код, вы его вводите, нажимаете «Продолжить», и денежная сумма, которую вы указали, списывается с ваших счетов, и идет на основной счет вашего партнера. Прошу вас услышать, на основной счет. Основной счет нам не позволяет вводить денежные средства, соответственно, он будет использован только для покупки акций. Понимаете, да, то есть, если вы решили поиграться из своего бонусного счета, закинули деньги партнеру, вот, да, если кто-то решил кого-то вдруг обмануть, забрал деньги у партнера здесь, ну, вы знаете, люди бывают разные, и потом думают, сейчас я зайду к нему в аккаунт, я знаю его пароль, переведу обратно, ничего не получится, потому что с основного счета, скажем так, на основной счет деньги не выводятся. Вы можете, конечно, их оттуда перекинуть на основной, но вы не сможете их вывести, то есть на бонусный счет вам они уже не лягут. Вот таким вот образом. Это сделано для удобства наших партнеров. Далее. Запрос денег на вывод остается и настройки. Настройки нужны для того, чтобы вы указали тот кошелек, да, ту платежную систему, на которую вы хотите вывести деньги. У нас доступны для вывода денежных средств на сегодня 6 платежных систем. Ну, первая из них виза мастер-карта. Вы вводите номер карты, имя владельца, которое указано на карте, срок ее действия и указываете, долларовая карта, либо рублевая, выбираете, да. Дальше, если вы хотите, скажем так, выводить не на визу мастер-карта, то у нас здесь есть Яндекс.Деньги, Киви, Виоп.Мани, кошелек ОКПЕЙ и адванс кэш, долларовый, либо рублевый счет, кошелек. То есть, предварительно, чтобы вы могли вывести денежные средства, у вас должны быть вот эти кошельки. Если они у вас есть, не проблема. Выбираете, например, Киви кошелек, да, указываете его номер, нажимаете ОК, и вот вы видите, у меня здесь есть два кошелька, на которые я могу выводить заработанные деньги. Яндекс.Киви. Это то, что меня устраивает, то, что мне удобно. Вам может быть удобно другой. Кошелек, другая платежная система. Соответственно, когда мы в настройках ввели те платежные системы, на которые мы хотим вывести, они соответствуют, скажем, здесь в списке нашего бэк-офиса, мы заходим в раздел «Вывести», да, вот, и указываем, на какой кошелек мы хотим вывести. То есть, я могу выбрать Яндекс, да, вписывать сумму. Одно хочу сказать, что вы сможете выводить денежные средства с тех пор, только если у вас на личном, на бонусном счете, точнее, денег от 300 долларов, от 30 долларов и выше. Если меньше, вы не будете выводить денежные средства, пока не заработаете 30 долларов США. Вот, что касается раздела банкинга. Теперь, раздел «Инвестиции», да, то есть, первый раздел, мы рассмотрим «Мои сертификаты». Если у вас ничего еще не куплено, вы только зарегистрировались, как я вам говорил, у вас 100 акций будут на премиальном счете, и здесь не будет ничего. Вот, для тех людей, кто уже покупал что-либо, либо вы только что-то оформили, да, у вас здесь отражена информация по вашим сертификатам. Сначала вы приобретаете обязательства компании Skyway Capital, да, и вы можете, скажем так, после оформления сертификата, у вас сначала после оплаты появится информация, что сертификат у вас находится на рассмотрении, потом на оформлении, потом он оформлен, да. Вот, если вы оформили сертификат и потом подписали договор, потому что вот напротив каждого, после каждой покупки пакета акций, вам нужно будет подписывать договор, когда будет оформлен сертификат Skyway Capital, да. Вот, вам нужно будет подгрузить первую страницу своего паспорта, и нужно будет подгрузить страницу паспорта, где написана ваша прописка. Либо документ, который подтвердит, что вы проживаете там, где вы указали, и оплачиваете услуги, какие бы то ни было, да. То есть, после этого у вас сформируется договор, да, и вы можете его скачать, посмотреть. Сертификат до тех пор, пока ваши данные не будут переданы основному реестродержателю, он будет выглядеть следующим образом. Как этот, только не будет вот этой красной надписью. Видите, то, что он аннулирован. Как только вы подпишите договор, и по окончанию каждого месяца список акционеров, купивших пакеты акций в компании Skyway Capital, передаются в основной реестр. Как только вас там оформят, в основном реестре, да, у вас появится возможность, нажав на кнопку выписка из реестра, видите, вот здесь вверху, вот она синяя, мгновенно скачать на свой компьютер выписку за подписью Анатолия Довальевича Низкова и печатью. Вот. Либо вы сможете еще, если вам это надо, оплатить доставку бумажного сертификата компании Euro-Raising Skyway System Holding, как это раньше было, да, РСВ, за подписью, синей печатью, но это если вам нужно, вы за это заплатите 10 долларов. Вот я себе бумажные сертификаты не заказывал, потому что, в принципе, ну, это просто, как бы, скажем так, бумага, которую можно наклеить на стену, ее можно, скажем так, лелеять, обнимать, скажем так, целовать, но по большому счету это бумажный носитель, который может исчезнуть, да, его кто-то может порвать, сжечь, вы можете сами случайно его выкинуть, например, да, бывает и такое, но важно, что у вас сделана запись в реестре корневой компании, в реестре основного, основного реестра держателя. И здесь есть подписать договор, да, я сейчас его подписывать не буду, но на кнопочку нажму, вот. Для того, чтобы его подписать, он отражается, помните, я вам говорю, что подписать договор вам необходимо будет в конце ознакомившись с договором и так далее, да, я согласен с условиями договора. Если вы ставите, нужно отправить, вас попросят здесь подгрузить паспортные данные, то, что я вам говорил, то есть два документа, после того, как вы их подгрузите, нажимаете на кнопку, что я загрузил, все, что необходимо, и нажимаете кнопку подписать. Договор подписывается, в том месте, в котором мы с вами были, появляется не красная надпись, да, что сертификат надо оформлять, а то, что он будет синим, скачать, вы сможете скачать этот договор, уже подписанный вами. Я пока этот договор подпишу вот на днях. Вот то, что отражается в разделе «Мои сертификаты». Далее, у нас есть раздел «Инвестировать» и есть раздел «Рассрочки». То есть раздел «Инвестировать» он более полный, он в себя включает все пакеты акций, которые вы можете сегодня приобретать. Там есть и «Рассрочки», там есть и «Обычные пакеты». Давайте в него зайдем, потому что в разделе «Мои рассрочки» будут находиться только вот эти 7 пакетов, которые вы сейчас видите первыми. То есть у нас есть пакеты, покупаемые в «Рассрочку» на 10 месяцев стоимостью 25 долларов, на 6 месяцев стоимостью 50 долларов ежемесячно, на 10 месяцев стоимостью 100 долларов ежемесячно и на 9 месяцев стоимостью 200 долларов ежемесячно с дополнительным подарком. В итоге то количество акций, которые вы получаете, когда оформляете «Рассрочку», написано на каждом из пакетов. 32,5, 65, 220, 540 тысяч акций. У нас есть 3 пакета, которые вы можете купить в «Рассрочку». И эти 3 пакеты позволяют вам еще сделать следующее. То есть высадить на территории «Экотехнопарка» «Фруктовое дерево именное». То, что делали большое количество людей, которые были в субботу на территории «Экотехнопарка», где у нас проходило мероприятие, они высаживали деревья, ставили возле них таблички. То, что они являются инвесторами в нашей компании, это их именное дерево. Рассрочки здесь есть на 6 месяцев по 80 долларов ежемесячно, на 4 месяца по 150 ежемесячно и на 2 месяца по 500 долларов ежемесячно. Дисконт здесь видите 250, 350, 400. Это уровень доходности. Далее. У нас есть стандартные пакеты. Первый из них юбилейный, о котором мы рассказываем. Это пакет, который стоит 1000 долларов и уровень его доходности 300 дисконт. Соответственно, на выходе вы получаете 300 тысяч акций. Но когда-то это был пакет 300 тысяч акций и все. Руководство компании пошло дальше. И тем людям, которые готовы в течение следующего месяца заплатить еще 1000 долларов, за следующую, скажем так, оплату 1000 долларов начисляется 480 тысяч акций. А если еще третий раз вы оплачете, вам начисляются еще 570 тысяч акций. Соответственно, суммарно за 3000 долларов вы получите 1 миллион 350 тысяч акций компании Skyway Capital. У нас есть пакеты стоимостью 5 тысяч долларов, 10 тысяч долларов и 50 тысяч долларов. Эти пакеты также вам дают право высадки дерева, эксклюзивной породы на территории эко-технопарка. Высадка вот этих деревьев, по всей видимости, будет осуществляться в октябре. И двум пакетам еще прикреплена юбилейная монета. Также, как на пакете юбилейный, монета с изображением нулевого километра дороги Skyway. Это как раз-таки такое точное изображение находится на земле. И я думаю, те из вас тоже заходил в раздел фотографий, который, скажем так, размещают люди после праздника в субботу и воскресенье на территории Минска. Там многие фотографировались с этим нулевым километром. Дальше у нас ниже идет табличка, где мы можем выбирать пакеты акций. Я вам рассказал про пакет юбилейный на желтом фоне. Дальше пакеты стоимостью 5 тысяч, 10 тысяч, 50 тысяч долларов единоразово с дисконтами от 500 до 600 раз. Это уровень доходности. Есть пакет выгодный, где вы сразу готовы заплатить 250 долларов с дисконтом 130 и вы на выходе получите 32 с половиной тысячи акций. Это акционный пакет. Потому что, смотрите, если вы купите пакет просто за 200, например, уровень доходности 102, вы получите 20 тысяч акций. За 250 вы получите 32 с половиной тысяч акций. Пакет, который стоит на 100 долларов дороже, у него уровень доходности ниже 123, чем на пакете стоимостью 250 долларов. Поэтому это выгодные условия, выгодное предложение. Далее у нас идут стандартные пакеты стоимостью от 15 долларов до 150 тысяч долларов США. С уровнем доходности от 53 раз на выходе вы получаете на минимальном пакете 795 акций компании Skyway Capital, что в 2017 году, как мы планируем, будет составлять 795 долларов США. А на максимальном пакете вы получаете на выходе 75 миллионов акций компании Skyway Capital. И я что еще хочу сравнить. Смотрите, 3000 долларов вы, например, заплатите на пакете юбилейный, получите 1 миллион 350 тысяч акций. Если вы в стандартных пакетах заплатите 3,5 тысячи долларов, то вы получите на выходе 1 миллион 15 тысяч акций. Дальше полтора миллиона акций вы получите, если заплатите 5 тысяч долларов. Соответственно, за 3000 долларов очень выгодное предложение на пакете юбилейный. Как приобретать пакеты акций здесь в этой таблице единоразовым платежом? Вы просто напротив того пакета, который хотите купить, нажимаете на плюсик, у вас высвечивается то, что единичка появилась. И ниже под таблицей здесь идет информация, что с дисконтом 79 вы планируете купить пакет стоимостью 60 долларов и на выходе вы получаете 4740 акций. Для того, чтобы его купить, можно сделать просто. То есть вбить необходимую сумму 60 долларов с того счета, который у вас есть. Вот я могу сейчас вбить, например, 60 долларов и купить этот пакет с акционного счета. То есть мне будет оформлен сертификат. Могу с бонусного. Могу сейчас нажать два пакета и заплатить с бонусного. Я сейчас, правда, делать не буду, но просто показываю, как это легко делается. Либо, если вы еще не покупали пакетов акций, у вас на основном счете есть какая-то сумма, вы вписываете сюда эту сумму и просто внизу, вот если вот сейчас мы даже поставим здесь курсор, тогда сумма будет вписана, у вас внизу здесь появится такая длинная-длинная панель «Оформить». Вот сейчас я не пишу со счетов. Для людей, которые готовы сразу же, не пополняя основного счета, у вас, например, везде нули, у нас можно купить пакеты акций, сразу оплачивая их, например, с какой-либо платежной системы, не заводя на основной счет, а сразу покупая. Ставите, например, напротив Kiwi точку, да, вот здесь, вот, и у вас внизу появилась кнопка «Оформить». Если вы нажмете кнопку «Оформить», у вас появляется инструкция, что вам нужно делать, чтобы с вашего Kiwi кошелька завести, точнее, оплатить тот пакет, который вы выбрали. А мы выбрали за 60 долларов, да, вот. Я хочу вам еще одну очень интересную вещь показать. Смотрите, мы выбрали пакет за 60 долларов, да, вот, и пакет за 30 долларов. То есть, если мы суммарно сложим 1830 и 4740, да, у нас получится 5000, 6500, 6570, правильно? Но вот если я сейчас еще нажму плюсик напротив пакета 30, например, у меня есть 90 долларов, да, пакета за 90 долларов нет, но есть пакет за 60 и за 30. Запомнили цифру, что я назвал? 6570, мы спускаемся вниз. Система пишет, что мы получаем за 90 долларов с дисконтом 79, 7110 акций. А я считал 6570. Почему здесь взялись еще дополнительно порядка 500 акций? Потому что вот этот пакет меньший, с дисконтом 61, он будет вам продан с дисконтом 79, то есть по дисконту большего пакета, под уровнем доходности большего пакета. Поэтому, если у вас есть, например, сумма денег, ну, грубо говоря, если вы покупаете стандартный пакет, 200 долларов, да, вот вы ставите плюсик, у вас дисконт здесь 102 и есть еще, например, 60 долларов, да, то есть таких пакетов у нас, ну, чтобы за 260 нет, вы тоже ставите плюсик и у вас внизу система считает, что вам нужно оформить этот пакет с дисконтом 102, 26520 акций. Вот. Если мы сейчас с вами сложим опять здесь 20400, да, и 4740, у нас не получится 26000, у нас получится 25, то есть 1000 с лишним акций у вас будет больше, если вы таким образом покупаете, то есть этот пакет точно так же у вас будет подсчитан с дисконтом 102. Так, это то, что можно сделать, приобретая пакеты акций из нашего личного кабинета, стандартно, единоразово оплачивая, да, вот я сейчас все убрал, вот, дисконт один, ничего здесь нет. Теперь мы перейдем в раздел рассрочки. В него можно перейти прямо отсюда из раздела инвестировать, да, потому что нажимая вот на этот баннер, это баннер просто единый, рассрочек. Мы попадаем в раздел рассрочки. В раздел рассрочки, если вы сразу решили, скажем так, знаете, что он есть и решили инвестировать в рассрочку, вы нажимаете инвестиции, и вот здесь рассрочки, и у вас загрузится та же самая страница, фактически, то есть более короткий путь. Здесь я вас прошу сделать следующее, если, скажем так, вы кому-то рассказывали про рассрочки, если у вас партнер сейчас готов платить какую-то рассрочку и так далее, пусть он обязательно нажмет на кнопочку подробности, вот, напротив каждого пакета, да, и ознакомится. С той информацией, которая есть, что он получает, что он может получить, что будет на выходе, чтобы потом не было вопросов, да, то есть чтобы потом не было вопросов, если он прекращает платить рассрочку, что деньги, скажем так, из неоплаченной рассрочки будут, а рассрочка аннулируется, и деньги будут, скажем, все зачисленные, оплаченные, да, на акционный счет, вот, а с акционного счета можно будет только эти деньги использовать на покупку акций из раздела не акционных пакетов, да, вот с того серо-светло-серо-зеленого фона, о котором я вам говорил от 15 долларов до 150 тысяч, то есть напротив каждого пакета у нас подробно расписаны условия, что вы за пакет приобретаете, сколько вы можете иметь на выходе, и здесь даже есть рассказ сейчас, у нас пока еще апрель продолжается, да, акция действует, что если вы сделаете двойную рассрочку, оплатите в течение, скажем так, сейчас заплатили, например, и заплатите еще в течение суток, да, соответственно, у вас будет посчитано, как вы сделали двойную рассрочку в этом месяце, и вам дополнительно к тем акциям, которые когда-то будут начислены по окончании рассрочки, вам еще добавят 189 тысяч акций, вот таким вот образом, и то же самое по пакетам стоимостью 100 долларов в месяц, есть дополнительные условия, и еще одно условие, одно вы делаете двойную рассрочку, второе условие, если вы пригласите в течение месяца трех человек, которые купят пакетов акций компании Skyway Capital 25 долларов и дороже, то есть вам тоже будут начислены те подарочные акции, которые соответствуют каждому пакету, на пакетах стоимостью 80 долларов в месяц, 150 долларов в месяц и 500 долларов в месяц, этих условий нет, но тем не менее, подробно написано, что вы получаете, какие у вас будут права приобретать данные пакеты, вот такая информация, опять же, если вы выбираете какой-либо из пакетов, например, вот 80 долларов в месяц, у вас высвечивается информация, что вы выбрали пакет в количестве 120 тысяч акций, стоимостью суммарно 480 долларов за 6 месяцев, и сейчас нужно, чтобы оформить эту рассрочку, оплатить 80 долларов, вы, опять же, если на основном счете есть 80 долларов, пишите здесь 80 долларов, если на бонусном счете пишите здесь 80 долларов, я этого делать сейчас не буду, либо если у вас везде нули, вы нажимаете ту платежную систему, благодаря которой хотите деньги ввести, выбрали Perfect Money, потом спускаемся вниз, у вас появилась кнопка оформить, нажимаете и по инструкции действуйте, после того, как вы оплатили рассрочку, я сейчас ее уберу из своего аккаунта, да, то есть, точнее убирать не буду, я оплачивать не буду, точку не убирайте, я просто не буду платить, да, вот, соответственно, когда вы оплатите рассрочку, у вас в разделе инвестиций, мои рассрочки, появится информация о том, что у вас здесь оформлена рассрочка, здесь будет таблица, график погашения, будет несколько предложений, то есть, вы можете, скажем так, автоматом списывать денежные средства с вас у счетов, если вы выберете, например, основной, либо бонусный, если вы активно строите партнерскую структуру, соответственно, вы можете выбрать бонусный, и у вас ежемесячно то число, когда вы оформили рассрочку, будет считываться необходимой суммы денег, вот, и дальше там вам будет даже возможность досрочного погашения рассрочки, каждый выбирает, как говорится, сам, да, то есть, вы можете купить первый пакет, а потом в течение не 10 месяцев выплачивать, например, а 5-3, если вы оплачиваете последующий месяц досрочно, соответственно, у вас появляется информация, что в следующем месяце вам платить не надо, а нужно через месяц, если оплатили 3, да, следующих платежа, которые необходимы, у вас их всего 10, соответственно, 3 месяца следующие у вас, скажем так, уже тоже будут окрашены, и следующий платеж вам нужно будет делать через 3 месяца. Это все отражается в таблице, она очень информационна, единственная просьба, у нас, правда, кнопку эту убрали, раньше у нас была кнопка отказаться от рассрочки, сейчас ее нет, потому что иногда люди, проводя, скажем так, мышкой по своему кабинету, эту рассрочку уничтожали. То есть, мы с вами рассмотрели раздел инвестиций, и теперь осталось рассмотреть раздел статистики, он тоже очень важен, и в нем желательно разобраться сразу, потому что здесь отображается информация по вашей партнерской структуре, все, что у вас происходит в первом поколении, во втором, в третьем, в десятом, и всегда тут дошло. Первое, что важно сделать, если вы хотите получить наиболее достоверную информацию, нажать на кнопочку «Актуализировать структуру». Она у меня уже актуализирована, я сегодня ее нажимал 27-м числом апреля месяца, то есть все, что было сделано вебинара, оно здесь отражено, здесь показывает количество уровней в вашей структуре, которые есть на сегодняшний день, и количество участников, то есть количество партнеров в первом поколении, во втором и третьем, и суммарно какой-то объем инвестиций вы привлекли благодаря вашей деятельности и деятельности ваших партнеров. Дальше у вас есть круговые диаграммы, в какой квалификации люди в первом поколении вашей структуры находятся, какое количество инвестиций, в какой квалификации люди вашего первого поколения привлекли. Далее у вас идет график, сервис который практически почти доработан, немножко скажем так его очеловечить. Здесь как правило показывается регистрация ваших людей, какого числа и сколько человек было зарегистрировано и продажа. Вы можете все это посмотреть. Далее идет структура сети, где вы можете выбрать фильтры. Поставили здесь галочку, у вас будет отражено, если вы там прогрузились, только те кто проинвестировал. Если вы выберете не инвестировали, то у вас высадится то количество людей, которые не инвестировали. Из тех же партнеров, например, вот видите, у меня 4 партнера те, которые проинвестировали в проект, и суммарно, если вы поставили там и там фильтры, их всего 6 в квалификации партнер, не инвестировали, 2 человека. Дальше фильтры вы можете настраивать сами, вы можете изнастроить фильтры так, что вам будет показываться только, скажем так, партнеры, консультанты и так далее. Вот таким вот образом. Дальше, что важно, на что нужно обратить внимание, все люди, которые зарегистрированы в вашем первом поколении, они вот здесь вот в этом месте отражаются. Здесь указана фамилия, имя человека и количество денег, которые он заплатил в наш проект. Дальше написано количество людей в его структуре, то есть сколько людей зарегистрировано по его реферальной ссылке. И очень важный момент напротив каждого человека, неважно платил он или нет, есть кнопочка И, где открывается информация с его электронным почтовым адресом, телефоном. Если он в профиле еще и вписал скайп, здесь будет еще и скайп. То есть вы можете, если человек зарегистрировался под вами в интернете и появились эти данные, вы можете выйти на него и дать ему информацию о том, что вы являетесь его наставником в этом проекте, вы появились у него в интернете, если нужна ваша помощь, чтобы он смело мог к вам обращаться. Человека, кстати, благодаря его электронной почте, вы можете найти в скайпе, потому что у многих людей по той почте, которую они указывают у нас здесь в профиле, зарегистрирован скайп, скайп позволяет находить человека по логинам, по имени, фамилии и по электронной почте. Далее, что еще важно, вы можете также посмотреть информацию о людях, находящихся глубже, то есть вы нажимаете на фамилию человека, у которого написано какое-то количество людей в его структуре, у вас высвечивается второй уровень. У человека второго уровня тоже есть его телефон и электронный адрес. Бывает ситуация, что партнер первого уровня не очень активен, а во втором уровне находится человек, который хотел бы развивать бизнес, но партнер, который находится между вами, ничем ему помочь не может, потому что сам он не активен и он не стремился зарабатывать больших денег. Вы можете напрямую общаться с этим человеком, найти его, задать вопросы, поддержать его в бизнесе и помочь ему развивать этот бизнес, невзирая на то, что квалификационно он считается первого уровня. Это будет, я считаю, грамотно, благородно и по-человечески, помочь человеку развиться. И, соответственно, если у вас там будет третий уровень, то у людей вашего второго уровня будет написано, что у них есть кто-то. Нажимая на этих людях, вы можете посмотреть информацию по третьему уровню, по четвертому и так далее. То есть информация здесь есть достаточно полная по вашей партнерской структуре. И в разделе профиль, если вы помните, очень важный момент, я уже про него говорил, у вас указан ваш наставник. Ваши данные сначала прописаны все. Галочки, кстати, вот здесь видите. Здесь стоят галочки, которые, конечно, вы можете убрать, после того, как вы свой профиль подтвердили. Но я вам рекомендую их оставить, то есть это информация о том, что вам будет приходить на ваш телефон, смс, если вам будут начисляться какие-то денежные средства по партнерской программе компании SkyWay Capital, и вы будете получать поддержку от менеджеров нашего отдела информационной поддержки. Если вы галочку снимете, то менеджеры вам звонить перестанут, информировать вас перестанут, помогать вам в чем бы то ни было перестанут. Вот таким вот образом. Я эту галочку оставил сам и вам бы рекомендовал ее оставить. И вот данные по вашему партнеру, вышестоящему. Фамилия, имя, Skype, электронный адрес и телефон. Если вы сами зарегистрируетесь по чьей-то реферальной ссылке, у вас здесь есть информация этого человека, стучитесь, задавайте вопросы. Он, в принципе, для этого и существует, чтобы помочь вам зарабатывать здесь деньги. К большому счету, то, что я хотел сегодня рассказать на конференции, на нашей, на вебинаре, я рассказал. Очень важный момент, то, что было в начале, вы помните, да. Пожалуйста, не забывайте, прежде чем регистрировать каких бы то ни было людей, а лучше вообще сразу после регистрации ваших новых партнеров, давать им информацию о том, чтобы они подписывали агентское соглашение в разделе реферальных ссылок. Тогда не будет слез, тогда не будет проблем и так далее. Теперь я посмотрю ваши вопросы. Наталья, вебинар записывается, да, у нас, кстати, есть раздел в YouTube, который называется Skyway Capital Webinar, да, вот, и там есть плейлисты всех спикеров, которые проводят у нас вебинары. В этих плейлистах можно найти записи вебинаров, которые они проводили. Вот. Данный вебинар тоже будет записан, он сейчас записывается, сконвертируется и будет выложен туда же. Если у меня срок оплаты проходит на 1 мая праздники, как лучше оплатить 30 апреля или можно по возвращению после праздников? Вы знаете, Лариса, в принципе, если у вас есть возможность оплатить до праздников, да, 30 апреля по рассрочке, ну, наверное, было бы здорово. Хотя у нас есть небольшой срок, раньше он исчислялся 10-ю днями, да, что там, по-моему, или 7-ю днями после того, как после срока платежа, допустим, 1 мая он истекает. Вот. Если вы заплатите там 5-го, 6-го, все будет нормально. Вот. Но, чтобы не создавать эту ситуацию, заплатите раньше и будет лучше. Вообще не будет никаких волнений, да, если у вас деньги есть, если это, скажем так, не последний день и нет угрозы в вашей жизни, то, что вы будете голодны и голодными оставите всех, кто есть в вашей семье, ну, на день раньше, если вы заплатите, будет лучше только. Там это можно сделать, кстати, вы знаете, заходите в раздел рассрочки, выбираете оплатить следующий месяц, у вас списываются деньги и информация следующая, что вам нужно будет сделать проплату 1-го июня. Вот таким вот образом. Так. Далее сейчас прочтем. В транзакциях ранее было видно, от какого партнера прошла проплата. Было очень удобно для просмотра и работы, мотивирования своих партнеров. Сразу можно было посчитать, сколько человек пришло и так далее. Статистика же приходит позже. Да, еще выходные отделы по выплатам, естественно, отдыхает. Просьба обратиться к программистам, возобновить в транзакциях от кого приходят проплаты. Каждый день дорог, каждая это такая помощь для нас. Вы знаете, я тоже видел, сейчас обратил внимание, что там написано, деньги за кого начислены, да. Вот. Я тоже подойду, уточню, если убрали, то почему. Если, скажем так, это просто временно для того, чтобы выгрузить какой-то функционал и потом восстановить, я думаю, это восстановить. Ни один не регистрируется без моей поддержки. Поздравляю вас, Анатолий. Вот, если так происходит, если вы, скажем так, всех людей регистрируете и так далее. Знаете, здесь есть вторая сторона еще. Если вы, скажем так, помогаете регистрироваться всем, кого вы регистрируетесь, то лучшее, что вы можете сделать дальше, научить их, как это делать, чтобы они потом сами контролировали регистрацию своих людей. Не вы контролировали второй уровень, третий уровень и так далее. А чтобы они это могли делать без вас, вот тогда будет вообще идеально. Тогда вы выполнили, скажем так, свою функцию наставника, я считаю. Потому что, другая сторона вопроса, не нужно все тащить на себе. Не нужно всю свою структуру, там, 10 человек, 30 человек, 200, 2000 человек контролировать одному человеку, а остальные просто у вас, скажем так, 1999 людей, которые, ну, отфанарные какие-то, да. В общем, вы еще и за них строите бизнес. Я сейчас вас ни в коем случае, Анатолий, не ругаю. Я просто говорю о том, что в идеале, чтобы это было именно так. Научите тех, кого вы пригласили, помогите им научить следующих, они так пойдут волной и вам не надо будет следить дальше третьего уровня, да, то есть, что у вас происходит, потому что будет развиваться структура. Ну, конечно, обучайте, если у вас есть возможность выезжать куда-то в регионы, проводить какие-то мероприятия и так далее, и так далее, но это будет хорошо, если вы приедете, например, из своего города в какой-то другой и расскажете, скажем так, тем людям, которые у вас в шестом поколении, о том, как строить этот бизнес. Если партнер инвестирует одноразово, минимально 15 долларов, договор заключается? Заключается, Амелия. Даже на 15 долларовый договор, но до 15 долларовый, скажем так, пакет, нужно будет заключать договор. Молодец, Анатолий, я вас только поддерживаю в этом. Ну, в принципе, это вы знаете, да, основные правила, по большому счету, построение правильной, нормальной, вменяемой партнерской структуры в МЛМ бизнесе. Вот и все. Ну что, друзья, если у вас нет больше вопросов сейчас ко мне, да, ну, одно могу, наверное, добавить. Смотрите, действительно был большой праздник на территории, скажем так, Белоруссии, в Минске, в Минской области, да, два дня. В октябре планируется еще одно мероприятие. В октябре будет снова высадка деревьев, да, тех, кто купит пакеты за это время до октября, тех, кто купил, скажем так, но не приехал в этот раз и так далее. И в октябре же планируется приезд уже не 700-800 человек, которые были в этот раз, а порядка двух-трех тысяч, да. То есть, возможно, даже это мероприятие будет проходить там в Палаце Республики в Белоруссии. Если договорятся о времени там ничего не будет, какого-то важного государственного мероприятия, либо какого-нибудь важного концерта, то просто таких залов больших в Минске не очень-то и много. есть дворцы спорта и, возможно, старый дворец спорта, да, он вмещает там, я думаю, тысячи три. Он вмещает, может быть, там будет проходить мероприятие. Посмотрим. Вот. Светлана, бонусные деньги можно переводить, потому что квалификация лидер, я не знаю, при чем здесь она. То есть, у любого партнера доступен перевод денег с основного счета и с бонусного счета на основной счет своих партнеров. Поэтому, Людмила, а какой вопрос? Я вот сейчас пролистал до самого верха, что-то я не увидел вопроса. Если он короткий, у меня вид личного кабинета совершенно другой. Многое, что отражено в вашем кабинете, у меня отсутствует. Почему? Когда возникают вопросы, прошу выйти в скайп или позвонить. Не звонят и не выходят на связь. Раньше выходили, сейчас нет. Людмила, я не знаю, почему у вас, скажем так, целого ряда позиций нет. Возможно, вы не сделали каких-то действий, да. То есть, возможно, у вас, я не знаю, развивается ли у вас партнерская структура или нет. Если вы там что-то купили или не купили. То есть, я просто не знаю всей вашей ситуации. Поэтому ответить мне очень сложно. Почему у вас отражается личный кабинет по-другому? А вообще, я вам рекомендую, если у вас в разделе статистика что-то не так отражается и так далее. Когда вы войдете в раздел статистика, там есть кнопочка обновить. Обновить обязательно вашу партнерскую структуру. Чтобы она соответствовала тому времени, когда вы вошли. Просто я не могу, мне трудно ответить вам сейчас, что именно не так выглядит в кабинете. Потому что у всех людей, которые зарегистрированы в компании Skyway Capital, у них одинаковый личный кабинет. У вас может не быть какой-то страницы, если вы, например, не покупали сертификатов, соответственно, у вас там ничего нет. Если вы, например, не зарабатывали деньги по партнерской программе, соответственно, там у вас ничего нет. Соответственно, в партнерской структуре ничего не отражается. Соответственно, в транзакциях там совершенно другая информация. Вот и все. А так остальная информация, она общая, в целом та же самая. Раздел там новостей, раздел реферальных ссылок, раздел инструментов партнеров, раздел личного кабинета, где какие пакеты акций находятся и так далее, оно все одинаково. Хорошо, коллеги, рад вас буду видеть завтра на вебинаре в 18 часов. Он будет где-то в пределах одного часа, чуть меньше может быть даже. То есть это презентация. Цель презентации не приковать вас там на несколько часов, говорящему в интернете, а дать первичную информацию вашим новичкам. Дать информацию о том, что возможно они о чем-то не проинформированы. Дать информацию, что есть такая технология, что есть возможности, которые дает всем людям компания Skyway Capital. И, по сути дела, возможно кого-то заинтересовать. Потому что презентация, по сути дела, это место выявления интереса человека, либо отсутствие такового. То есть я, например, не считаю себя гипнотизером, я не считаю себя каким-то шаманом. Я не считаю себя Аланом Чумаком, что он сидя напротив меня у себя дома, точнее глядя в монитор, все кто меня услышит, все зарегистрируются. Нет, потому что у людей есть разные мотивы. У людей есть разные взгляды на жизнь, у людей есть разные цели. Кто-то считает, что данный способ получения дохода и, скажем так, реализации технологий невозможен. Кто-то считает, наоборот, что это возможно. Поэтому презентация, это, скажем так, возможность, это инструмент, который мы, в принципе, даем вам в руки, вы можете ее использовать эффективно. Презентации в вебинарной комнате и живые презентации в ваших городах. Вот у нас в начале мая наверняка будет сделана рассылка, где будет подробно дана информация, в каких городах, в какое время, по каким дням и телефоны тех людей, которые проводят, будут проходить живые презентации. Приглашайте, пожалуйста, на них людей, если вы живете в этих городах. Потому что, опять же, вы пригласите тех, кто, возможно, вас не слушает, но они послушают людей, которые добились каких-то результатов. Эти люди, скажем так, им не знакомы, да, и их мнение все-таки немножко выше, чем... Они прислушаются к мнению этих людей больше, чем к вашим. Потому что, вы знаете, да, у многих у самих сидят сомнения в голове, что я не технарь, я там не финансист, и меня, наверное, никто не будет слушать. Потому что я стоматолог, потому что я там, блин, травматолог, потому что я всю жизнь занимался, скажем так, обучением детей математики с 1 по 3 класс и так далее, и так далее. Вот бояться не надо. Ваша задача пригласить. Если я в среде на 10 долларов, я здесь могу регистрироваться? Людмила, дело в том, что у нас в компании Skyway Capital нет такого, что кому-то, кому бы то ни было запрещено регистрироваться здесь. Но одно я хочу добавить теперь от себя. Подумайте, зачем вам регистрироваться здесь? Да, потому что я сторонник того, чтобы люди развивали какой-либо один проект. Не три одновременно, да, кладя каши у себя в голове, скажем так, и получая огромное количество партнеров, даже если вы мастер построения сетевой структуры, да, с кашей в голове. Потому что условия выплаты и вознаграждения разные. Условия, скажем так, обучения, донесения информации, какие-то мероприятия, они разные. Вот, и чтобы меньше было у вас проблем, чтобы ваши партнеры потом не задавали, а где мне лучше сегодня купить пакет и так далее. Выберите одно направление, одну компанию и сотрудничайте с ней до конца. Вот. Струйте там спокойно структуру, да, и развивайте ее там. Я не знаю, где вы покупали пакеты акций в рассрочку. Если в свиге, то какое-то отношение может иметь компания Skyway Capital, скажите мне. Это все равно, что я купила машину Audi, да, в салоне Audi. Вот, а купила, скажем так, смотрю на ваш салон, а он у вас почему-то называется BMW. Вот, и машина как-то внешне отличается. Так она должна отличаться. Хотя вроде бы и то, и то автомобиль. То же самое и сотрудничество с разными компаниями. Вот и все. Ну, давайте по поводу СОБРа ничего не будем говорить. Это как бы так. По-разному люди к нему относятся. Вот. Ваша служба поддержки не всегда отвечает на вопросы. Смотрите, Татьяна. Служба поддержки, в принципе, старается максимально быстро отвечать на вопросы. Вот. Их не очень много, но тем не менее, я знаю, что есть люди, например, из Красноярска там работают и так далее. И фактически у нас служба поддержки круглосуточная. Вот. Важный еще момент какой, да. Какие вопросы вы задаете. Если вопрос, скажем так, сложный и они вам не могут ответить сразу, подсказать, что и как сделать. А там, например, какая-то ситуация возникла, которую надо исправлять и нужно как-то решать. То служба поддержки у нас существует для того, чтобы оформить заявку по вашей возникшей проблеме. Мало того, у нас с недавних пор появился сервис, который помогает нам. Каким образом? Вы можете сами на нем зарегистрироваться и оформить заявку от себя. Для чего это сделано? Ну, для вашего удобства. Если вы переживаете, считаете, что ваши заявки долго решаются, у вас есть возможность самим заходить, скажем так, на этот сервис и увидеть в каком состоянии, скажем так, что за статус заявки, которую вы подали на данный момент. Вот таким вот образом. У меня два человека при регистрации не получили в подарок 100 акций. Татьяна, у меня к вам просьба, когда это было, напишите опять же, когда это было и напишите это в техническую поддержку. Потому что у меня как бы нет сейчас возможности решить этот вопрос, но если вы напишите в тех поддержку, уважаемая техническая поддержка, у меня отрегистрировался такой-то, такой-то, фамилия, имя, его логин такой-то. А логин, вы знаете, у нас является электронный адрес. И у меня регистрировался такой-то, такого-то числа, логин такой-то. Они не получили по 100 подарочных акций, как это происходит в вашей компании. Прошу разобраться с этим вопросом и будем разбираться. Спасибо, Маргарита, за поддержку, что сказали, что кабинеты СВИГа и Skyway Capital отличаются кардинально. Я никогда не видел кабинета личного СВИГа, поэтому ничего про него сказать не могу. Коллеги, спасибо вам большое за внимание. Здоровья, любви и денег. До новых встреч в нашем эфире, завтра в 18 будет презентация, послезавтра у нас будет в 13 часов партнерская программа. Всем желаю отличного вечера, отличного настроения, хорошего, такого, бодрого. Послушать сегодня вебинары технико-экономические, которые у нас проводятся, если вам это интересно и пригласить на них людей. Ну и давайте сотрудничать дальше, вместе продвигать наш проект и добиваться результатов. изменение качества своей жизни, жизни людей, которые нас окружают, то есть творите доброе дело и вам воздастся. Вселенная вам ответит тем же и возможно усиленно стократно, тысячекратно, может быть миллионократно. Вот таким вот образом. Здоровья, любви и денег и до новых встреч.